Добрый день, ребята! И вот, наконец-таки, вы дождались долгожданного обзора на суперкомпактный дизайнерский антисмартфон с Bluetooth-хронизацией и MP3-плеером Ellari NanoPhone Не так давно я снял распаковку данного устройства и теперь я снимаю полноценный обзор Итак, для начала давайте вспомним, что он из себя представляет Итак, это Bluetooth GSM-телефон с MP3-плеером с поддержкой microSIM, карт памяти с поддержкой microSIM, с поддержкой карт памяти с живучей батареей с OLED-дисплеем вес всего 32 грамма, ребят, да, всего 32 в руке оно вообще не ощущается 6 мм ну, то есть вообще ни о чем в кармане не ощущается и имеет Bluetooth звонилку, Bluetooth дайлер Итак, ребят, он на самом деле очень маленький очень компактный и в руке ощущается, ну, примерно как зажигалка либо как, может, жвачка пачка, упаковка жвачкой состоит он из металла, да вот, ребят, часть это металлическая кнопки такие пластиковые, немножко прорезиневые, большие очень удобные в руке он лежит очень хорошо, вот реально то есть и не ошибешься, и в кнопки попадешь, и все такое единственный минус, что кнопки не имеют подсветки в темноте будет не очень удобно пользоваться Итак, экран экран, на самом деле, очень удобный информация о нем читаемая под ярким солнцем, конечно, она меньше читаемая но в обычную погоду проблем дискомфорта не доставляет Итак, снизу что мы видим? снизу мы видим два лотка то есть один под сим-карту, другой под карту памяти производитель обещает поддержку до 32 гигабайт ну, мне столько много не надо, я ставил карту памяти на 8 гигабайт, я думаю, в качестве mp3-плеера мне это будет, ну, по крайней мере, на текущий момент достаточно то есть на боковых гранях ничего нету то есть они пустые полностью, наверху тоже ничего нету камеры, соответственно, здесь нету не ждите вот, на самом деле, это мечта аппарат мечта для тех, кто давно искал что-то похожее в чем его плюсы? плюс, что это, во-первых, очень маленький компактный телефон и может поместиться куда угодно то есть любую сумочку то есть это его плюс, это его габариты также голосовые звонки по GSM модулю можно совершать это тоже большой плюс также Bluetooth-синкоризация с любым смартфоном и даже сейчас давайте попробуем с планшетом произвести синкоризацию ну, к примеру, давайте сейчас для начала разберем для чего он может использоваться сценарий использования вот у меня, допустим, есть планшет Samsung Galaxy Note 8 вот я здесь у меня есть сим-карта, да, то есть я его поддерживаю как телефон использую ну, не всегда мне удобно с него совершать вызовы то есть когда-то удобно, когда удобно по громкой связи говорить, но не всегда это удобно вот, то есть я для облегчения использования этого планшета я его могу синхронизировать ну, давайте сейчас на примере посмотрим так, сейчас я его синхронизирую с этим маленьким Ellari Nano-фоном так, включаем Bluetooth все, так подключаем к планшету все планшет у меня подключился даю ему доступ к контактам и все в общем-то, теперь теперь с этого Ellari Nano-фона я могу сделать вызов допустим, планшет могу тоже в сторону отложить и допустим, мне поступает вызов на планшет вот, сейчас я проведу эксперимент давайте я его открою так, сейчас мне будет вызов поступать на планшет что мы увидим? ну, как вы видели, да, то есть идет вызов на планшет и одновременно идет вызов на Ellari Nano-фон то есть с Ellari я могу спокойно принять звонок и ответить это очень удобно ну, помимо прочего естественно, я могу использовать внутреннюю сим-карту которая здесь стоит и звонить с нее также я могу позвонить с планшета используя Ellari ну, допустим, куда-нибудь позвоню сейчас вызов сделал ну, допустим, откуда мне сейчас звонили тогда я попробую перезвонить ну, вот пропущенный вызов давайте попробуем позвонить на него обратно набор и вот и мне предлагается либо я позвоню с самого Ellari с симки, которая здесь стоит либо я могу позвонить с планшета с симки, которая в планшете находится ну, давайте для начала позвоним с планшета вот, идет дозвон вот, все я позвонил сейчас с планшета так, все теперь я также могу позвонить допустим, на планшете у меня денег нет или я не хочу этот номер светить то и звоню самого Ellari ну, видите все прекрасно работает все отлично в общем, я я пока доволен этим аппаратом давайте пробежимся по меню что он еще умеет делать так для чего он еще он так ну, адресная книга, да она при синхронизации копируется если вы даете разрешение вот только если у вас много контактов не очень удобно что они долго загружаются но, тем не менее это есть и это хорошо так так, также можете смотреть смс-сообщения ну, все как в обычном телефоне уходящее и исходящее отправленные настроить можете статус памяти посмотреть сколько у нас дальше мп3 плеер тоже большой плюс этого аппарата то, что он может выступать в качестве мп3 плеера то есть он небольшой но, этим достаточно удобен итак поддержка карт памяти напомню, до 32 гигабайт это, по-моему, более чем так, сейчас я закачал туда музыку ну, что можно ее послушать есть перемотка можно все треки посмотреть, которые имеются музыка можно громкость увеличивать, уменьшать пауза музыка музыка все достаточно удобно и достаточно меня это все радует так слушать можно ну, мы сейчас послушали из внешнего динамика можно подключать гарнитуры здесь есть выход на 3,5 мм ну, я им давно не пользуюсь я использую блютуз опять же, давайте попробуем соединить его с блютуз гарнитурой LG Tone 730 вот моя гарнитурка она же мне несколько лет радует с музыку слушаю преимущество с нее так же, когда еду куда-нибудь в дальний путь на машине тоже ее одеваю то есть она у меня не сидит в ухе как, допустим, обычные моногарнитуры то есть она у меня на шее если у меня вызов идет я спокойно его принимаю в общем-то достаточно удобная вещь так, итак попробую законнектить гарнитуру и Ellari Nanofone вот я подключил блютуз гарнитуру и теперь также могу использовать ее в соединении с нашим Ellari Nanofone так, сейчас захожу в плеер вот и все и теперь прослушиваю музыку на своей стерео блютуз гарнитуре с данного устройства так же я могу осуществлять все те же функции которые я выполняю с другими устройствами управляя гарнитурой вот перемотку я делаю сейчас с гарнитуры напрямую то есть не трогаю сам Ellari вот смотрите я его стежу не трогаю но треки треки тем менее переключаю сейчас также могу делать паузу ставить все паузу поставил сплетение поставил то есть управляю напрямую с гарнитуры также могу громкость увеличивать на самой гарнитуре и ребят сразу скажу что звук очень неплохой на самом деле не знаю есть поддержка IPTX нет но звук гораздо лучше чем например если использовать S5611 Samsung плоский нарежет здесь наиболее приятный достаточно качественный звук который можно использовать везде так ну далее с гранитурой как видите он тоже отлично работает это он радует это радует ну вообще на самом деле аппарат идеален в качестве второй сим-карты в качестве второго дополнительного резервного телефона и в принципе в этом в этой роли ему равных нет то есть для не частых звонков давайте посмотрим адресную книгу данного аппарата вот адресная книга к примеру нам надо создать новый телефон имя ну давайте пускай имя будет Вася какой-нибудь да Вася ну пускай Вася будет вот такой допустим 523 325 все окей сохраняем все Васю сохранили вот так контакт просто создается можно зайти в это Васю посмотреть его к сожалению на один контакт только один номер но в принципе я думаю как для резервного телефона это более чем достаточно так также можно зайти настройки и например внести этого Васю в быстрый набор чтобы постоянно не заходить так выбираем быстрый набор включен введите номер так пускай 2 будет и выберем Васю все сохранили и Вася у нас теперь в быстром наборе под номером 2 например нам надо позвонить Васе очень срочно то есть для этого не обязательно входить снова в адресную книгу набирать все мы нажимаем долго клавишу и удерживаем его все и звоним Васе все достаточно просто и удобно то есть от 2 3 4 5 6 7 8 9 клавиши они могут использовать в качестве быстрого набора и это большой плюс экран у нас защищен стандартной пленкой которая была изначально транспортировочная пленка я ее пока снимать не буду потому что она обзору не мешает в принципе ни на что не влияет но в то же время сохраняет экран каких-то внешних воздействий итак ребята подведем итоги кому он может пригодиться итак способы использования так это идеальный второй телефон для отдельной сим-карты в которой не будет интернета ни камеры ничего не будет такого ни вайбера ни ватсапа как гарнитура к вашему планшету к примеру либо смартфону идеальный вариант идеален в такой ситуации когда вам например неудобно использовать дорогостоящий айфон то есть вы можете достать этот аппарат во время занятий спортом он очень удобен то есть велопрогулки пешей прогулки и чтобы оставаться на связи этот аппарат будет вам незаменим также как в качестве сим-карты при путешествиях вы можете купить куда-нибудь уехали отдыхать купили там местную сим-карту и можете спокойно ее использовать в ларина на фоне ваша родная сим-карта стоит в другом телефоне также рекомендую его для детей здесь нет ничего лишнего ни интернета ничего есть только музыка аудиокниги и связь в общем то все что нужно вашему ребенку в общем то рекомендую его к покупке устройство на самом деле очень уникальное для тех кому оно необходимо оно в принципе я альтернатив не вижу других ну по крайней мере не нашел то есть в ларе еще есть картфон но мне допустим нанофон больше нравится то что здесь есть поддержка карт памяти и можете свою любимую музыку сюда спокойно залить и прослушать в общем то идеальный скажем так mp3 плеер с джессом модулем то есть на текущий момент достаточно очень интересная штука в общем покупайте я думаю вы не разочаруетесь спасибо для тех кто смотрел обзор спасибо всем кто смотрел ставьте лайки кому понравилось кому не понравилось не ставьте подписывайтесь на канал думаю в дальнейшем увидите много интересных других видео всего доброго друзья